дифтерия. возбудитель называется коринобактериум дифтерии. возбудитель обнаружен клепсом в 1883 году. дифтерийный экзотоксин яд получен ру и иерсеном в 1888 году, а профилактический препарат анотоксин получен французом рамоном в 1923 году. о заболевании знали давно. в народе дифтерию называли сирийская язва, петля палача, грудная жаба. морфология. куринобактерии дифтерии это слегка изогнутые палочки длиной от 1 до 8 микрометров. на концах у них булавовидное утолщение, где располагаются зерна валютина. расположение палочек под углом в виде растопыренных пальцев. спор возбудитель не образует, капсул и жгутиков не имеет. грамм отрицателен. по методу нейсера тела возбудителя окрашиваются в соломино-желтый цвет, зерна валютина в синий цвет. культивирование. оптимальная температура 37 градусов. ph среды 7,2-8. аэроп. культивируются на средах, содержащих белок. 10% сывороточный агар, среда лёфлера, среда клауберга. в качестве дифференциально-диагностических сред используется среда с теллуритом калия. на ней дифтерийные каринобактерии дают колонии темного цвета. различают типы дифтерийных палочек гравис и митис. они отличаются друг от друга по культуральным и биологическим свойствам. гравис на теллуритовом агаре образует крупная шероховатая колония. это r-форма серовато-черного цвета. митис на теллуритовом агаре растут с образованием гладких блестящих колоний. это s-форма. токсинообразование. гистотоксин, сильнейший яд, кортфактор, который нарушает фосфорилирование макроорганизма. и ферменты гиалуронидаза, фибринолизин. по антигенной структуре имеются о и к антигены. по к антигену выделяют серовары. эпидемиология. источник инфекции только человек или больной или носитель. это типичная антропонозное заболевание. механизм передачи воздушно-капельный, контактный, через игрушки, через белье, посуду, алиментарный. в настоящее время дифтерия постарела. зарегистрированы многочисленные случаи заболевания у взрослых. и дифтерия протекает в более тяжелой форме. основная причина заключается в том, что бывают необоснованные медицинские отводы и высокая миграция население. во всем мире отмечается подъем вакцина управляемых инфекций кори, дифтерии, коклюша. но если сопоставить сколько людей гибло до появления вакцины и теперь, то эти цифры не сопоставимы. патогенез дифтерии. дифтерийные каринобактерии остаются во входных воротах в зеве, в гортане, на конъюнктиве глаза. ведущую роль в патогенезе играют гистотоксин, оказывающий местное и общее действие. местное действие это некроз и дифтеритическое воспаление с образованием пленок. а общее действие это всасывание токсинов кровь. избирательно поражается миокард, надпочечники и центральная нервная система. делаем вывод, что дифтерия это классическая антропонозная токсимическая инфекция. клиника. по локализации могут быть дифтерия зева, носа, гортани, половых органов, глаз, кожи. в настоящее время в связи с полным охватом активной иммунизации детей до 12 лет изменилась возрастная структура. изменилось и соотношение различных локализаций дифтерийного процесса. единственной формы, которая регистрируется в последние годы, стала дифтерия зева. дифтерия зева сопровождается лихорадкой до 39-40 градусов тахикардии, слабостью головной болью. для токсических форм характерен желеобразный отек подкожной клетчатки шеи. распространенность его соответствует выраженности интоксикации. иммунитет прочный антитоксический. лабораторная диагностика. исследуемый материал мазки из зева носа, их берут стерильным ватным тампоном. следует принять за правило, что один положительный ответ подкрепляет наличие клинического диагноза, но один отрицательный ответ не дает право снимать диагноз. мазки берутся ежедневно в первые дни заболевания не менее 2-3 раз и до начала лечения антибиотиками. первый метод бактериоскопический. он ускоренный, ориентировочный. материал берется двумя тампонами, одним тампоном делается несколько мазков, а второй используется для выделения культуры возбудителя. ориентировочный ответ дают на основании характерной формы и расположения под углом наличие зерен валютина. второй метод бактериологический. ее цель выделить чистую культуру и изучить ее свойства. положительный ответ дается через сорок восемь часов, отрицательный ответ дается через 72 часа. в ответе надо обязательно указать токсигенность и тип каринобактерий. третий метод серо-логический. это реакция агглютинации, более чувствительная реакция непрямой гемагглютинации, реакция иммунофлуоресценции. это экспресс-метод. единственным недостатком ее является невозможность дифференцировать токсигенные каринобактерии от нетоксигенных. разберем конкретные случаи. в одном из классов средней школы зарегистрированы случаи заболевания диффтерией. как проверить наличие иммунитета к диффтерии у школьников? как установить источник инфекции? и какие препараты применить для специфической профилактики? для того чтобы установить иммунитет, надо поставить специальную реакцию, реакцию пассивной гемагглютинации. если иммунитет есть, титр антител не менее 1 к 20. для установления источника выявляют бактерию носителей методом бактериологического посева. препараты для профилактики это вакцины ADS, ADSM и AD. еще одна задача. у больного ребенка в мазке из зева были обнаружены бактерии напоминающие диффтерийные палочки. можно поставить диагноз на основании этих данных? и какие препараты назначить для лечения? диагноз поставить нельзя. микроскопический метод только ориентировочный. ребенок мог быть носителем нетоксигенного штамма диффтерийной палочки. для лечения экстренно назначается антитоксическая противодифтерийная сыворотка. профилактика. обязательная вакцинация детей против диффтерии. если вакцинацию проводят систематически и правильно, то вырабатывается антитоксический иммунитет. при массовом отказе от прививок растет прослойка неиммунных людей и опасность эпидемии диффтерии повышается. препараты для вакцинации адсорбированная коклюшно диффтерийно-столгнячная вакцина, адсорбированный диффтерийно-столгнячный анотоксин. вакцинация начинается с трех месячного возраста. лечение. начинать как можно раньше, не дожидаясь результатов микробиологического диагноза. обязательно вводить антитоксическую противодифтерийную сыворотку экстренно, пока токсин не фиксировался клетками организма. количество вводимой антитоксической сыворотки зависит от тяжести инфекции и ее формы. антибактериальная терапия. тетрациклин эритромицин. благодарю за внимание.